друзья всем привет близится лето на улице тепло а это значит что неимоверными темпами вперед трава и с этим надо бороться для этих целей мы купили себе газонокосилку сегодня они ранее я уже рассказывал мы приобрели себе вот такую вот самоходную бензиновую косилку эко lg 633 и уже эксплуатируем ее около месяца и если честно за это время я остался доволен ну а сегодня подробнее про эксплуатацию напомню про наш двор где мы и пользуемся у нас участок порядка 23 соток и это 6 соток достаточно ровной поверхности перед домом которую мы используем как газон и еще порядка 15 соток это у нас сад и огород который очень 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 неровный то есть тут поверхность бугристые замученная кротами ранее здесь все пахалось то есть все это перепахано все волнами буграми и так далее что же у нас во дворе перед домом я уже неоднократно косил косилкой с травосборником дело не хитрое идешь она собирает траву кашу достаточно мелко и обратил внимание что начали появляться вот такие вот местами проплешины особенно где стоит наша машина во дворе периодически а все из-за того что нет дождя на улице сухо май у нас получился достаточно сухой в беларуси в комплекте с косилкой идет две насадки вот такая вот насадка для бокового сброса и такая вот насадка для мульчирования сегодня мы ее и попробуем я расскажу о том как же косит данная коса в режиме мульчирования сначала про козьбу с трава сборником дело не хитрое трава сборник отдел и поехал коса собирает все непосредственно в данный трава сборник набилась пошел выкинул отдел заново поехал дальше во дворе остается чистенько перед каждым покосом нужно обязательно проверять уровень масла об этом строго написано в инструкции потому что наверное она должна подъедать масло но если честно пока я этого не заметил маслица у нас на уровне по максимуму поэтому можно заводиться и ехать дальше при этом коса уже прошла на первые пять моточасов скажем так режима обкатки и после этого в инструкции написано что нужно обязательно менять масло меняется но здесь просто через это же отверстие куда вы вставляете щуп вы его открываете ставите рядом какую-нибудь тарелку опрокидывайте косу на бок и выливаете из нее масло потом туда же заливайте новые принципе все вот так чистится трава сборник поднимаем крышку снимаем его с двух опор несем и выкидываем и точно также ставим обратно поднимаем крышку ставим его на опоры и погнали при козьбе без трава сборника мы точно также поднимаем крышку снимаем его берем насадку для режима мульчирования и вставляем в это отверстие откуда летит трава она там ставится на такую клипсу на защелки защелкиваем заводим идем косить коса пока новая заводится с первого со второго дергания подсосом подсасываем немножко бензина дергаем два раза за веревочку и поехали при этом конечно же не забываем отрегулировать требуемую высоту покоса я кашу во дворе там где ровная поверхность примерно на трех трех с половиной сантиметрах при этом получается очень красивенький аккуратный газон по всему двору ну а дети от домика пока не отходят классно сделали забаву вот так выглядит двор после покоса в режиме мульчирование именно мульчирование потому что появляются эти проплешины я решил попробовать этот режим и козьбе в этом режиме газонокосилка перемалывает траву в пыль и раскладывает обратно за собой по двору как удобрение при этом мне казалось что будет тот же эффект как и после обычного бензотриммера то есть будешь ходить и будет переставать к ногам вся эта покошенная трава однако нет это не так коса очень мелко перемалывает скошенную траву и как видите я вожу ладонью по газону у меня на ладони ничего не остается то есть настолько в мелочь в пыль разбивается уже скошенная трава ну конечно при условии что у вас по колено было травы поэтому очень даже интересно будем пробовать в дальнейшем косить именно в режиме мульчи во первых это гораздо быстрее не нужно выносить траву чистить травосборник во вторых это как бы удобряет газон ну интересно после этого переходим в сад саду как я уже рассказал у нас совсем неровная поверхность здесь постоянно беснуют кроты кучи их терриконов стоит большие перепады высот по самому участку потому что когда-то здесь все это дело пахалась селись гектары картошки и так далее но земля все равно сохранила все эти бугры саду тоже когда-то росло куча деревьев и нужных и ненужных которые в дальнейшем были выпилены и все стало неровным при этом периодически встречаются еще и вот такие вот пни хоть и испиливал все это ровно под уровень земли но не дай бог ножу газонокосилки попасть на такую штуку мне кажется и сразу станет очень плохо и так что мы здесь делаем ставим боковой сброс вторую насадку насадку для режима мульчирования мы также оставляем косе поднимаем косу на самый верх это покос на уровне 6 7 сантиметров заводим и погнали и если честно я был очень удивлен тому как она здесь косит а именно абсолютно без проблем газонокосилка прет как танк ей абсолютно безразличны все эти бугры неровности носом она выравнивает кротовые норы и терриконы и нормально вперед-вперед проблем каких-то при покосе я абсолютно не ощутил ну единственное я вам хочу сказать что пни которые периодически у нас встречаются я на самом деле объезжаю даже с тем учетом что мы на 7 сантиметров высоты но блин как-то страшно не дай бог попадется какая-то ямка колесо падет в ямку нож удариться о пень и все может стать не очень хорошо поэтому косим но с умом вот как выглядит сброс в боковой травосборник то есть мы идем косим трава которая у нас попадает непосредственно под косу сбрасывается направо если бы не было этой насадки то опять же она превращалась в режиме мульчирования ну и вот результат все ровненько красивенько идеально покошено под 6-7 сантиметров в дальнейшем появилась даже идея сделать здесь какую-нибудь волейбольную площадку и когда будут приезжать друзья натянем сетку и будем играться очень даже тема ранее чтобы покосить весь двор 23 сотки у меня уходил почти целый день потом болела спина сейчас же это происходит примерно за два часа и без особых усилий просто ходишь за косой круто в дальнейшем конечно же надо все это дело хорошенечко помыть берем шланг с водой вставляем специальный штуцер который здесь предусмотрен включаем воду заводим косу и коса моется внутри от грязи от травы от пыли и так далее нож раскидывает воду внутри по всей деке но потом все равно и нужно еще запрокинуть и протереть нормально тряпкой протираем от пыли и налипшей травы саму косу и следующий раз хочется взять инструмент чтобы он был как новый всегда все нужно держать в порядке и и после мойки складываем ручки и отправляем косу спать в сарай до следующей недели вот такая вот получается красота прошел уже месяц эксплуатации и повторюсь мы очень довольны посмотрим как она покажет себя дальше ну а пока на этом все кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал заглядывать в описание а мы продолжаем всем пока